И моя любимая, родная роща, все, нас с Димой Кутько никак не отпускает. Вот здесь 10 минут ходьбы, буквально мой дом. Находимся по-прежнему на проспекте Металлургов. Мы сегодня уже побывали на Металлургов 14В. Это была молодежная библиотека на Металлургов 13А. И вот сейчас находимся мы в сквере космонавтов. И это очень символично, я вам хочу сказать, потому что... Вот у меня для вас радостная новость. Начался, наконец-то, прием в гражданы первого космического государства. Называться будет это государство Асгардия. Ну, почему такое название выбрали, мне вот лично неизвестно. Напомню, что Асгардия — это обитель скандинавских богов. Ну, вот известно за то, что, например, возглавляет это государство азербайджанский ученый. Вот давайте попробуем вообще спросить у красноярцев. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. А знаете о том, что начался прием в граждане первого космического государства? Асгардия она будет называться. Не хотите стать гражданином? Ой, я даже не поняла суть вопроса. Начался прием в граждане первого космического государства. Полетим все-таки в космос. Вот ракета нам об этом извещает. Как вы думаете, хотели бы вы стать гражданином? Ну, я не знаю, наверное, бы хотела. А как вас зовут? Ой, ну давайте я не надо, я не готова. Ну, спасибо. Даже не так и не узнали, как зовут женщин. Но мне кажется, что космос ее не очень-то заинтересовал. Еще что хотела бы вам рассказать, что рассчитывают принять в это государство около 150 миллионов человек. В 2017 году туда планируют запустить спутник. Ну и уже более 200 тысяч человек все-таки стали гражданами Асгарди. А принципов демократии планируют в этом государстве придерживаться. Ну и, конечно, самое главное, что важно, немаловажно, это будет развитие космоса. На первом месте все-таки у нас ракеты, может быть, скоро будут везде стоять. Не вот такие вот, как нерабочие, а может быть, рабочие ракеты буквально на каждом шагу у нас в роще будут стоять. Будет, мне кажется, очень чудесно. Кстати, планируют набрать туда людей и зарегистрироваться официально в ООН. Вот желаем всем удачи. Юля, Леша, вы как думаете, хотели бы стать гражданами космического государства?